привет друзья передали резкое ухудшение погоды ветер, вот сейчас уже ветер начался резкое поголодание всегда мы с вами на реке сейчас будем потихоньку пробираться до своего места пока сильно не раздула вам давайте поедем на место погода разошлась не на шутку пришлось подчалить вам остров иначе просто невозможно решить побеждать скоро облепиха поспеет пойдем посмотрим что там у нас делается калинка скоро поспеет вот база отдыха обской рай когда застает вот такая непогода лучше переждать на острове можно попариться в бане или просто отдохнуть сейчас чайку попьем подождем может к вечеру стихнет вода упала пески уже оголились вон все сидим и будьте природы подождем еще сходим в общем случае стихнет посмотрим что будет хорошо сейчас обновленную калинку сходим и сходим и сходим сходим и сходим и сходим и Доброе утро! Тишина, туманчик, все красиво, солнышко светит, как будто вчера и не было бури. Но вчера вечером ветер стих уже к ночи, я встал на ямку половить леща. Леща, правда, не было. Половил, поклевала, в общем-то, хорошая сорожка, половил. Ловим на бортовой фидер с лодки, глубина 4 метра, течение, в общем-то, большое для осени. Ну, начало осени, попробуем половить леща. Бортовой фидер, кто мои видео смотрел, уже видел, как все это дело устроено. Попозже, если есть желание, на это мы еще раз остановимся. Ну, сейчас пока начнем ловить. Прикормка. Прикормка распаренное пшено. Сейчас уже дело к осени, сладкого ничего не добавляла. Добавил я поджаренных, поджаренных, это орехов молотых. Вот, поклевочка. Осенью добавлять сладкого ничего не нужно, потому что рыба на это реагирует очень плохо. Опа-на, вот смотри, вот это сорожка. Честно говоря, половить вот такую сорожку, в общем-то, с удовольствием. Но, 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 вообще-то я рассчитывал как бы на леща. Ну, если такая будет ловиться, то, в общем-то, я не против. Вот, смотрел где-то на канале рыбалка в Германии. Там вообще мужики берут, наживляют кусок скумбрии. И ловят щук таких, там, за 10 килограмм. Наши мысли показать какой-то, не знаю, от смеха всплывет. Вся рыба кверху пуза, наверное. Нам нужно, чтобы живчик был бодренький, целенький. Еще, если улыбнется не так, то все. Клейки много, но на нее плохо ловится. Она быстро, быстро дохнет. Она и слабенькая, там, чуть ее тронешь, чешуя с нее сразу улетает. Вот похолоднее вода будет, она как бы в холодной воде подольше живет, можно будет пробовать. Ну, сейчас, сейчас, сейчас нет резона, это точно. Тем более, если вот такая, ну, что такое делать? Это не живец, это это не в Германии. Странно, почему так происходит? То ли рыба воспитана не так, менталитет не позволяет ей хотя я и еще товарищи несколько лет назад тоже такая ситуация была, понасмотрелись рыболовного клуба, блин, и пробовали. Я покупал, мой, 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 убрал большую. Пробовал. Нет, нет, это это не для нашей рыбы. А уж тем более, а уж тем более скумбрию. Напишите для интереса, может кто пробовал, экспериментировал, что-то ставить. Говорят, что где-то пробовали на куриную печень. Вроде как кровит, запах от нее идет. Я, честно говоря, сам не пробовал, я слабо в это верю. Может кто-нибудь экспериментировал, расскажите, поделитесь. Интересно. Почему-то у нас стали проблемы. Час я просидел, одного вот нормального чебака я только поймал. Ну, не час, не час, минут 30 соврал. Поймал одного нормального чебака, и водится только одна уклейка. Уклейка у нас на живца не идет. Осорожка, ту, которую наловил ночью, она слишком большая. Тоже на живца она ну, пойдет, в общем-то, но шансов меньше, чем чем на нормального чебака. И вот не знаю, в чем дело, где-то в середине лета в середине лета чебак уходит, и поймать его очень проблематично. Не знаю, с чем это связано. Вообще, вот нынче какой-то год неурожайный на рыбу. У нас вот даже рыбаки ставят около лодочной корчашки и целую неделю каждый день проверяют его и по одной рыбке собирают, чтобы один раз на рыбалку съездить. это уж надо быть совсем больным. на голову, чтобы целую неделю ловить живца, чтобы раз на рыбалку съездить. Все равно нужно получать удовольствие какое-то, а не одна работа. Ну и мне надо десятка-три рыбок, чтобы порыбачить одну ночь. попытаюсь половить я, конечно, попытаюсь. Ну, хотя, хотя, сезон еще не закрывается открытой воды, еще вода, в общем-то, теплая, сейчас вода будет остывать, хищник будет активизироваться, ну, как бы ловится, судачок, ну, не скажу, что прям большие экземпляры, но уже потихоньку начинает ловиться. Со спиннингом бесполезно ездить, это пробуя, это нужно объехать там 100 километров, чтобы одну рыбку поймать. единственный выход вот ставить жерлицы на живца. Ну, опять же, проблемы с живцом. Не знаю, почему такое происходит. или мы рыбаческо разучились, или же или что-то в природе меняется. Вот, вот этот пойдет отлично. Вот самый рабочий размер для живца. Попробуем половить. Ну, сейчас еще рано. Имею в виду мало время. Солнце сейчас выйдет. Может быть, клев активизируется. Мне надо доловить его, ну, часов, наверное, до 5-6 ехать расставляться. Иначе темнее меняется уже рано. Да и рыбы выходят вот, выходит, когда начинаются сумерки. Самое такое активное время у хищника. Ну, вот, как-то так. Ладно, удачи, рыбаки! Увидимся! Редактор субтитров